Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и неожиданно, несмотря на то, что идет новогодний аукцион, где можно будет выбрать себе одну из 56 машин, разработчики выложили новую рулетку на КПЗ-50Т. Что касается ценника на данную рулетку, то я бы сказал, что ценник кусается, если будете прокручивать полностью всю рулетку и машину заберете на 20-м прокруте. В таком случае полностью все, что в этой рулетке предусмотрено, вы сможете получить за 26295 голды. Ну, 26300 это не так уж и мало. Если дойдете до 13-го прокрута включительно, то тогда заберете машину за 9500, это гораздо выгоднее, меньше 10 тысяч, ну а дальше уже добавляете самостоятельно. Насколько это имеет смысл делать, я, честно говоря, не знаю. Мне не сильно падает и все, что я забирал из подобных рулеток, выпадало мне на последнем прокруте. Я имею в виду конкретно главную награду в виде танка. В общем, сами определяйтесь, прокручивать или нет. С учетом того, что идет новогодний аукцион, я не буду прокручивать на какую-то большую сумму, так как приберегу голду для будущих лотов на аукционе. Ну что, ребят, давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь есть контейнеры в количестве одной штучки, но два раза может выпасть бомбически. Здесь есть три раза по одному контейнеру мистическому. Есть обвес, есть анимированный аватар новогодний, но мне он, честно говоря, вообще не интересен. Два раза вы можете забрать по три штучки Х10. Плюс к тому легендарный внешний вид для КПЗ 50Т. Есть серебро с самым большим процентом по вероятности выпадения, сейчас посмотрим на проценты. Есть собери их всем в количестве трех штук, но не сразу три выпадает, а по одному. И есть еще вот такой внешний вид на машинку. Короче говоря, ребят, я бы сказал, что в целом рулетка по тому, что здесь находится, можно сказать, хорошо скомпонована, но все-таки очень дорого. Также, ребят, здесь есть два раза по два контейнера немецких, из которых можете забрать какую-нибудь немецкую премиумную, либо коллекционную тачку. Ну что, давайте пару раз крутнем, и если вдруг машина не выпадет, то перепрыгнем ко мне на пресс-аккаунт и там выкатим ее из ангара. Итак, ребят, первый прокут за 50 голды. Смотрим, что мы получаем. Скорее всего, выпадет серебро, потому что на него вероятность практически, ребят, 50%. Ну вот, пожалуйста, как результат 100 тысяч кредитов, и что касается процента, ребят, по выпадению. Как видите, на кредиты 38,4 стал процент вероятности выпадения, и скорее всего сейчас выпадут либо они, либо мистический контейнер. Что касается контейнера, собери их все, то такие же шансы, как и на мистики, но мистики все больше хвалят, нежели собери их все. Крутим еще раз на 100 голды, сделаю буквально 3 прокрута, чисто ради интереса, ну и для того, чтобы вам показать вероятность выпадения главной награды за первые несколько прокрутов. И опять 100 тысяч серебром. Итого, ребят, я получаю, я бы сказал, ничтожное количество серебра за голду, которую вам придется собирать в течение 3 дней просмотром рекламных роликов. Едем дальше, за 200 голды, если сейчас опять выпадет мне 100 тысяч серебра, я, блин, не то что расстроюсь, я выпаду в осадок. Нет, выпал контейнер, собери их все. Ну что, открываем контейнер, больше крутить не вижу вообще никакого смысла, ну и, соответственно, будем переходить на пресс-аккаунт. Что мы здесь забираем? Да ничего особо мы не забираем, как есть, так есть. Вот такие три прокрута были у меня, больше сливаться не вижу вообще никакого смысла, я лучше эту голду приберегу и куплю что-нибудь годное, и то, что я действительно хочу, непосредственно с самого новогоднего аукциона. Побежали на пресс-аккаунт кататься на КПЗ-50Т. Давайте для начала посмотрим на технические характеристики орудия, все остальное будем заценивать, как обычно, в бою. Что касается дополнительного обзора на КПЗ-50Т, то ссылочку найдете в описании к данному видосу, я ее туда обязательно помещу. Итак, ребят, по орудию, здесь довольно-таки приятно и весело, время сведения 3,2, разброс 0,312. Насколько это комфортно, сейчас непосредственно в самой катке заценим, но в целом играется очень комфортно. При этом орудие обладает довольно-таки существенным ДПМом, 3630 единиц. Все это благодаря тому, что с установленным оборудованием перезарядка составляет чуть более 5 секунд. При этом имеет пробитие в 250 мм на базовом снаряде и накидывает по 320 единиц урона. Угол склонения орудия вниз минус 8, вполне себе комфортный и довольно-таки удобный. Что касается среднего урона, то я играю в снаряжении, поставив себе вольфрамовые сердечники, чем в случае необходимости добавляю немножечко урона для того, чтобы повысить свои шансы, кого-нибудь разобрать с помощью скорострельного орудия, либо добрать какого-нибудь недобитка, у которого существенный запас прочности все-таки еще остается. Ну что, ребят, берем машину и поехали ее заценивать. Итак, друзья, поехали. Ну и как обычно, давайте заценивать, начиная с подвижности. Подвижность, честно говоря, такая себе. Не могу сказать, что машина прям очень круто рвется в бой и куда-то вперед летит, но при этом обладает очень крутой маневренностью. Вы в любой момент в процессе движения можете поменять направление, круто изменить траекторию своего движения, ну и, соответственно, поехать туда, где вы на данный момент являетесь более необходимым. Что касается орудия, то сейчас будем заценивать время сведения и точность. Сейчас подъедем чутка поближе, попытаемся помочь точку захватить, ну а дальше будем смотреть на развитие событий, ну и посмотрим, где мы являемся более необходимы. Итак. Ай-яй-яй-яй, забыл. Забыл о том, что там дот стоит. Так, давайте еще раз. Время сведения, как вы видите, крайне классное. Что касается точности, все тоже на высоте. Именно за вот это орудие многие игроки данного немца и уважают. Многие себе его хотят, да и я бы, честно говоря, тоже не отказался. Хотя не являюсь прям совсем крутым любителем средних танков. Я как-то больше люблю играть на тяжах, периодически люблю ППТ-шить, но данная машина действительно радует, и на ней я с удовольствием бы играл в рандомных боях. Может кто-то скажет, что он не настолько крутой для того, чтобы использовать его, допустим, в рейтинге, и в чем-то я с вами соглашусь. Но в целом, ребят, если вы ищете позитивных эмоций и, не знаю, каких-то позитивных впечатлений от боев, то данная машина вам однозначно зайдет. В данном бою, я думаю, что мы, скорее всего, проиграем. Мы очень сильно слили. К сожалению, союзники не успели ничего годного сделать, ну а значит будем заценивать исключительно наши результаты, для того, чтобы понимать, насколько машина эффективна. Не всегда, не всегда, к сожалению, в наших боях все зависит исключительно от нас. Очень много решает все-таки командный дух, командная работа, и в данном бою, к моему глубочайшему сожалению, команда сыграла не настолько круто, как хотелось бы. При этом все, мы делаем фраг, при этом все, мы продолжаем накидывать, и представьте себе, что то же самое бы происходило в бою, в котором союзники показывают себя более качественно, ну и, соответственно, не сливаются так быстро. Не судите строго, я стараюсь сделать все, что могу, ну и в конце концов, мы зацениваем машину, и зацениваем машину в реальном бою. Я никогда на своих обзорах ничего не вырезаю, ничего не выбрасываю, и может быть, какой-нибудь другой именитый ютюбер выбросил бы данный бой, сыграл бы еще один, для того, чтобы показать машину прям во всей ее красе. Но я думаю, что даже этот проигрышный бой в целом может дать вам полное понимание того, что ждет вас, если вы эту машину себе получите. Также, ребят, хотелось бы отметить, что, скорее всего, данной машины на новогоднем аукционе не будет. Я просто имею очень большие сомнения в отношении того, что разработчики выложат тачку, которую сейчас поставили в рулетке, потом в новогоднем аукционе. Хотя, мало ли, вдруг, чем черт не шутит, все-таки ее выложат, как один из лотов на новогоднем аукционе. И, честно говоря, я готов подождать приемлемой цены для данной машины, для того, чтобы ее приобрести. Если говорить честно о ценнике, за сколько я готов приобрести данную машину в голом состоянии, то тысяч эндек 13,5-14 я бы вполне спокойно за данного немца отдавал. Потому что машина действительно интересная, машина действительно результативная. Ну и самое главное, по крайней мере, то, зачем гоняюсь конкретно я. Я гоняюсь не за фармом, я гоняюсь абсолютно не за настрелом каким-то среднего урона, так как не являюсь статистом. Я все-таки гоняюсь за позитивными эмоциями в этой игре. И данная машина действительно позитивные эмоции может доставлять. Вы знаете, я сейчас смотрю на развитие боя, и у меня есть такое ощущение, что еще не все потеряно. И я с удовольствием лайкну данного игрока. Если он затащит данную катку, да я, в принципе, ему лайк поставлю, потому что он действительно сейчас круто зарешал. Он сделал уже 5 фрагов, и мы потихоньку приближаемся к победе. Пускай путем захватов, пускай путем получения очков захвата, но все-таки, ребят, это победа, и победа абсолютно заслуженная. В первую очередь, наверное, все-таки именно этим игроком. И с него лайкать мы однозначно. Сейчас начнем наших союзников, ну и лайкнем обязательно соперников. Они очень круто начали, разорвали практически всю команду, и при этом, ребят, они проиграли, но проиграли с достоинством. Что касается нашей результативности, мне кажется, что в данном бою наша результативность была действительно крутой. Практически 3000 единиц нанесенного урона, и при этом, ребят, знак классности всего лишь третьей степени, что говорит о том, что машина потенциально может очень много за бой делать результата в виде настрела, ну и, соответственно, таким образом приближать команду к победе. Что касается результатов по фарму, то 50,5 тысяч с учетом прем-аккаунта. Это коллекционка 10 уровня, и фармить на десятках коллекционных, это занятие такое себе. Лучше фармить на премах 8 уровня с повышенным коэффициентом фарма. Что касается нашей результативности, то мы занимаем третье место в команде. Ну а два игрока, которые заняли первое и второе место, однозначно получают от нас лайкос, круто зарешали, это действительно было интересно, и я очень сильно удивлен тому, что даже с вот таким вот, вроде бы казавшимся проигрышным вариантом, все-таки вышли на победу. Это лишний раз доказывает мою позицию по поводу того, что ни в коем случае никогда не стоит поднимать орудие вверх и сдаваться раньше времени. Боритесь до последнего, и, глядишь, победа придет к вам сама. Ну а может, руками ваших союзников, даже если вас слили. Боритесь всегда до последнего, я побежал снимать специально для вас. Ну а вы, друзья мои, подписывайтесь на канал. Мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова